В 1938 году благодаря книге Питера Келдера «Оковозрождение» весь мир узнал о необычной восточной гимнастике под названием «Пять тибетских жемчужин». Сейчас эту гимнастику больше знают под названием «Пять тибетцев». В гимнастике всего пять упражнений, с помощью которых можно проработать буквально все тело. Пять жемчужин или пять упражнений мы будем выполнять поочередно. Начнем с первого упражнения. Это отличная тренировка нашего вестибулярного аппарата. Расставляем руки в стороны и теперь выполняем по часовой стрелке пять поворотов. Во время выполнения этого упражнения вы можете испытывать головокружение. Это легко исправить регулярными тренировками. Пять. Ну что ж, между упражнениями можно делать мини-перерывы для того, чтобы сделать вдох и выдох. Теперь следующее упражнение. Для этого принимаем положение лёжа. Вторая жемчужина напоминает упражнение «Складка». На вдохе будем одновременно поднимать и голову, и ноги. Голову как можно плотнее прижимаем подбородком груди. Ноги прямые в положении перпендикулярно полу. Следите за тем, чтобы таз был плотно прижат к коврику. Мини-перерыв. Делаем вдох-выдох и приступаем к выполнению следующей жемчужины. Исходное положение стоя на коленях. Это асана называется «верблюд». Упираемся руками в поясницу на вдохе. Выполняем прогиб на выдохе. Тянемся подбородком груди. Поехали. Наклоняем голову вперёд, прижимаем подбородок груди. Запрокидываем голову назад и прогибаемся в спине. Расправляем грудную клетку и прогибаем позвоночник. Следующая, четвёртая жемчужина. Для этого снова принимаем положение сидя. Упираемся ладонями в пол. И теперь принимаем положение так называемого столика. Голени и руки в положение перпендикулярно полу, как ножки у стола. Задерживаемся в этом положении на несколько секунд. На выдохе возвращаемся в исходное положение. И у нас осталась последняя пятая жемчужина. И это упражнение сочетает в себе сразу две асаны. Собака мордой вниз и собака мордой вверх. Тянемся макушкой в потолок, опираясь на руки и запрокинув голову назад. Делаем вдох, поднимаем таз максимально вверх. При этом голова провисает вниз. Положение тела должно напоминать острый угол. Ну что ж, вот такой небольшой комплекс способен привести в тонус все мышцы тела. Выполнять эту гимнастику можно в качестве самостоятельной небольшой разминки сразу после того, как вы проснулись, либо использовать в качестве разогрева перед основной тренировкой. В любом случае, если выполнять пять тибетцев регулярно, вы точно заметите результат. Редактор субтитров А.Семкин